Доброе утро, друзья! Время 10.26, мы уже проснулись и сейчас экстренно будем собираться на завтрак. Он в этом отеле до 11 часов и входит в стоимость номер. Прежде чем уходить, хотел вам показать утренний Грозный, 24 этаж у нас. Сейчас все будет отлично видно, потому что вечером такой себе мечеть сердца Чечни, Грозный мол, ну и городская постройка, смотрите сами, вот так высоко здесь. На улицах очень мало машин, потому что сегодня 1 мая, с чем я вас и поздравляю, друзья, с праздником весны и труда. Поздравляют при этом вас бездельник. Нам надо будет сейчас на третий этаж спуститься, по-быстренькому поесть и дальше вернемся тогда в номер, ты уже голову помоешь. Потому что до 12 однозначно успеешь, мы никуда не опаздываем. После того, как выселимся, поедем на озеро Кизинуэм и дальше поедем через Боклик в Дагестан. Если мы уже немножко собрали, ты можешь не надевать. А, понял, тогда надевай, да, здесь так не принято. Так, давай-ка я это все сразу в одно место, чтобы потом понимать, сколько тащить. И отдельно пакетик у нас с грязными шмотками. Мы будем его просто куда-то в тачку класть. Так, все остальное вроде бы собрал. Зарядка она в моем рюкзаке или в твоем обычно? А, я не знаю. Я что-то забыл. Давай все рассмотрим. Окей. Тогда я ее сразу вытаскиваю. Так, еще надо будет посмотреть. Тут у меня документы. Ну, все, дальше у нас быт. Помните. Ну, я не буду рассказывать. Мам, больше. Я думаю, вы догадаетесь, почему женщина вся болит. Так, ну, все. Пошли, Катюш. Ты мой бедненький, маленький. Я вот единственный не помню, второй или третий этаж. По-моему, третий. Ну, давай пробовать. То есть, еще вернемся на второй. Так, С. По-моему, этот лифт очень красивый. Да, тут лифт, конечно, помпезный. Ай! Да, сейчас. Не знаю, с какой стороны лучше снимать, но... Красивый, да. Единственное, остальные, по-моему, просто металлические. Да. Так. Ну, мы вроде успеваем. Ой, ну, тут красиво, так, конечно. Нарядно. Ну, нормальный выбор. И овощи есть. Вот, прям по у нас. Тут у нас сладкое. И фрукты. Ну, и здесь основная часть. Сейчас покажу. Тут и каша есть. Манная. Я, естественно, овсянку взял. Ну, и тут горячий. Рис с кукурузой. Тефтели. В общем, на любой вкус и цвет. Мы делимся овсянкой. У Кати какой-то наборный салат самодельный. Немного выпечки и йогурт. Все. Приятного аппетита. Как каша, кстати. Вкусная? Очень сильно отличается от той, которую мы думали. Наелась? Угу. У тебя какой-то зверский аппетит сегодня. Невероятный. Ну, все было вкусно, кроме овсянки. Я съела тарелочку овощей, яйцо, тоненькую такую булочку с маслом и еще такой тоненький кексик. И запила компотом. Да, обычно ты съедаешь две помидорки и все. Говоришь, что я объелась. Поэтому я и называю этот зверским аппетитом. Я говорил о том, что все вкусно, кроме овсянки. Я такого рецепта никогда не видел. Максимально невкусно. По-моему, она на воде не соленая, не сладкая. Вообще никакая. Вообще не очень. А какой там был вообще номер лифта у нас? Не обратил внимания. Ну-ка, еще раз. 24-й А. На нем поедем. Не на нашем красивом лифте С. Ну, вот чтобы вы понимали, как выглядят другие лифты. Обычные, серебряные. А тот-то какой помпезный был. Да. Молодцы, порядок оставили. Ну что, не забыли? Да. Ого. Сейчас заедем на заправку. И все, на озеро. Теперь пойдем? Да. И записывайте еще к расходам 1972 рубля на бензин. Заправился я на АЗС Гарант. Все это непосредственно в Грозном. Сейчас завожу маршрут на Кизинуам. Посмотрим, сколько нам ехать. Ну, около двух часов, если не ошибаюсь. Да, два часа две минуты. Но, я думаю, у нас больше времени займет, потому что мы будем останавливаться, что-то записывать. Плюс там есть блокпосты. Ну, и так найти иногда. Едешь, неторопливо взеваешь. О, Катюша пришла. На две тысячи почти получилось бензина. Все, можно ехать. Сто километров прорывается. Сто километров прорывается. У нас начался дождь, вы это уже видели. Поэтому постараюсь побыстрее записать этот видос. Мы сейчас находимся в селе Харачой. И вот тут так красиво. Тут, по идее, должны быть горы везде. Ну, сами видите. Спустился туман, облачность. Но при этом все равно очень красиво. Я вам обязательно сейчас сделаю панорамку. И обязательно заезжайте еще в село Шали. Там очень красивая мечеть на 30 тысяч верующих с прилегающей территории. Там вообще 70 тысяч помещается. Но она очень красивая. Это надо видеть своими глазами. Давайте вам быстренько панорамку, пока у меня камера полностью не намокла. И мы поедем дальше. Все. Бегу в машину. Потому что намокаю. Жалко, конечно. Хотелось бы солнышко. Но есть надежда то, что в Дагестане все равно будет получше. В Почкале я посмотрела. Да, там солнце. Сейчас еще раз посмотрю. А еще мы попробовали только что бразильский орех, который открывается ключиком. Очень необычный. Макадами. Или бразильский? А, макадами. Окей. Очень необычный вкус. Мне почему-то напомнил соленое печенье. При этом, не знаю, странновато. Но мне понравилось. Ну да. Не на одинолетний поход. Вкус мне понравилось. Вот. Махачкала. Солнышко. Видно? 18 градусов и солнышко. А здесь? Сейчас я скажу. Не здесь, нажав грозным. 19 градусов. Но солнце не... Ну мы сейчас в горах. Фактически. И у нас погодка. 12 градусов. Вот текущее место. Смотри. Ну у меня и машина то же самое показывает. Поэтому. Ну давай ехать дальше. Чуть-то запотели. Потому что у нас тут вообще что-то беда-беда. Ну не, вроде распотеваем. Мне все равно нравится. Очень красиво. Там такая маленькая шлатка. Очень маленькая. Ну я практически не было видно. Потому что у меня все стекла. В воде. Сейчас у нас там КППшка будет. Пройдем контроль. Вот такая жесть на дороге. Такого туманища я еще, конечно, не видел. Ну то есть 10 метров и все. Пустота. Я вот здесь к озеру мы с тобой подъедем. Хоть что-то будет видно. Это только сейчас. Ну хочется надеяться. Даже обгоняют. Но это местный. Хоть и 134 регион. Я видел, он бородатый. Вот. Так что даже не знаю, что вам показать. То есть мы тут выходим периодически. Но сейчас там ничего не видно. Хотели поостанавливаться. Что-то показывать вам. Но все в тумане. Вообще все. И при этом льет дождь. Сейчас вот за ограждение пройду. Покажу, что там вид в никуда. Хотя здесь высота. Ну и здесь наверное метров 900 уже. Сейчас сделаю фотку ежик в тумане. Ну, Катюша пришла. Повезло, да, нам? Вообще. Ну, нам немножко везет. Рассеивается вот эта облачность. Но дождь фигачит еще сильнее. Я вам просто показать хотел природу на подъезде к Изюноам. Сделаю это максимально быстро. Потому что, может быть, вы уже даже видите капли на камере. Еще дождь такой, блин, крупный. Ладно, сейчас посмотрим озеро по-быстренькому. И поедем по направлению Ботлих. Вон там еще коровки гуляют. Бедненькие. Под таким дождем. Но все равно очень и очень красиво. Тут единственное, надо с зонтиком стоять. Мы на месте. Заметно похолодало. Всего 6 градусов. Потому что да, стоит приезжать даже по несколько раз. Красота тут вообще невероятная. Это, на секундочку, практически 2000 метров над уровнем моря. Ну как тебе, Катюш? Очень красиво. Я первый раз вижу такие. Потому что в прошлый раз оно было, помнишь? Да. Снегу. Все было замерзшее. Но это не главная наша цель. Мы все равно с тобой в Дагестан. Я думаю, мы вперед проедем, да? К воде будем подходить? В смысле? Ну, как в прошлый раз, к отелю. Или нафиг. А, не знаю. Ну, информацию для автовладельцев. Имейте в виду, тут в конце озера есть АЗС. Я, в принципе, здесь заправлялся. Поэтому нормальный бензин. Если вдруг его мало осталось. Сейчас мы немножко насладимся озером. Тачка стоит. Оно, ну, видно вот с той стороны. И уже поедем в Дагестан. Сейчас вам еще немножко здесь покажу вид. Если поедете, по-моему, туда. Там село Хой восстановленное. Вот тут кизиной отель. Такая вывеска. Ну, и красивые виды. Я сейчас так, знаете, достаточно скудно все показываю. Потому что здесь уже несколько раз был. Но, опять же, призываю. Если есть возможность, пригоняйтесь. Здесь очень круто. И у меня, знаете, есть мечта еще как-нибудь по вот этой дороге проехать. Там по горной местности. Там так называемые Альпийские луга. Никуда-туда не ездил. Вот. Но когда-нибудь обязательно сделаю это. Альпийские луга. Едем на Ботляхо, сейчас еще надо будет найти этот поворот, тут снова фигня Меня это беспокоит, потому что там очень красивые виды, как на них смотреть не очень понятно Все затянуто, там одна из самых красивых дорог, это что, автобусная остановка? Да Ого, вот это тут видок, я тебе хочу сказать, должен быть Я зря гнал, в принципе, немножко рассеялось, не так, конечно, все круто, хотелось бы, но тем не менее Ну и дорога более-менее вот такая, в прошлый раз знаешь, как Катя тут ехал, вообще не было вот этого всего Такие колдобины были вообще Прям коротенький участок, дальше там, смотри, снова асфальт Очень необычно это все видеть Хотя нет, смотри, тут снова все затянуто Я почему-то так нервничаю и постоянно делаю акцент на погоде и на тумане Потому что тут то ли 2100, то ли 2200 высота бурная дорога И там вид просто нереальный Если его там не будет, я попробую при монтаже либо старый видос найти, либо фотку просто показать Вот мы и на высоте 2100 или 2200, потом в айфоне посмотрим Сразу видно, что это Дагестан Куча мусора Я об этом уже говорил в видосах Многие дагестанцы писали, что да, есть такая проблема, но ничего сделать не можем Вот такая здесь красотень Но это повезло Я думаю, вообще никакого вида не будет И сейчас вот так поедем Поверху Махачкалу Крутяк Мне очень нравится Вы извините, я немножко жую Потому что сейчас орехи ел Поэтому не подумайте, ничего такого Ну, туда можно спокойно спуститься Вот так Куда? Вот туда, вот отсюда, вот так вот, тости Ага, это как? На санках? В смысле? Нет, наклон не такой сильный Здесь можно спуститься Не здесь, здесь нельзя Вот оттуда Ясно говорю, там можно спуститься Да? Да Дать тебе руль? Нет Причем тут машина, я говорю пешком А, пешком, я думал, ты на машине имеешь в виду Все больно? Я думаю, вот это ты что, меня троллишь, что ли? Нет, это машина, она покатится вниз ногами Просто спуститься вот сюда, вниз можно А что, крутой вид? Только ножки потом отряхни, пожалуйста О, нет, это тоже На санках вот здесь, на больших Да, давай, сделаем это Нет, здесь не буду делать Слушай, ну что? Это как-то до сих пор нет Ну ладно Потом приедем в Москву Все почистим Оп! Я рад Чтобы мы увидели этот вид Я тоже рад Потому что Думал, опять все будет облачно Ну и знаете, ребят Тут холодно, капец Семь градусов всего А, две тысяч шестьдесят Вот так вот А там чуть повыше было Ну, говорят, две сто О, я ману Думал, опять все будет облачено Думал, опять все будет облачено Субтитры сделал DimaTorzok